И вот про ассортимент зимней зелени я хочу сказать особо. Ладно, там я помидорку буду выращивать, это уже так, знаете, слишком такие углубленные любители выращивания могут себе позволить, потому что за ними надо ухаживать. Но выращивание зелени, именно вот такой продукции с коротким сроком созревания, этим могут заняться даже начинающие огородники. Я сейчас расскажу и дам совет небольшой для тех, кто хочет заняться этим первый раз. Вот смотрите, у меня здесь разные высажены. И вот такие, которые называются вот премиум салаты, это мне из Германии прислали. Видите, они в больших пачках, они дорогие, все. И самые простые. И причем я бы посоветовала начинать с простых, потому что если даже что-то не получится, вы немного потеряете. Смотрите, вот какая цена. 4 рубля. Горчица салатная, ажурная, красная. Смотрите, какая красота. И витамины, и эстетическое наслаждение. Я тут немножко густовато. Я с учетом на плохую схожесть посеяла погуще. Она выросла мхом. Ну пусть растет. Ее можно, сейчас же во всем мире мода на микрозелень. Ее можно половину выдергать микрозеленью съесть. Декоративный сорт листовой горчицы. Вот, пожалуйста. И украшение блюда. Листья баклажаново-красного цвета, ажурно-перистые. Обладает приятным пряным вкусом. Богата витаминами и микроэлементами. Вот, пожалуйста. Это 4 рубля. Потом салат московский парниковый. Традиционный салат для выращивания. Именно в закрытых помещениях, в зимних условиях. Сейчас размотаю его. Так, написано. Листья красивого салатного цвета. Это вот именно такой. Вот он он. Наш классический салат. Он не гофрированный. Он не бордовый, не красный, не розовый. Никакой. С ровными краями. Листья сочные. Сладковатого вкуса. Все. И вот я сегодня уже в одном из видео говорила, что вот эти вот импортные я посадила. Из-за них даже прибавила яркость лампы. Они чуть-чуть вытягиваются. А наш вот этот вот, московский парниковый. Смотрите, какой он коренастый. Какой он красивый. Это именно сорт, который специально выведен для выращивания. Именно для тепличного. В парниках именно зимой. Вот когда мы видим зимой салаты. Ну, в этих магазинах. Это именно вот эти салаты. Он уже выкинул настоящий лист. Он очень хорошо, очень быстро наращивает зеленую массу. Я вам покажу через недельку, другое, дней через 10. Можно будет уже выщипывать какие-то листики. И делать из него салат. Тоже стоимость 5 рублей. В любом самом-самом, недоразвитом даже садовом магазине. С маленьким ассортиментом. Московский парниковый почти есть всегда. Вот горчицу ажурную красную я видела первый раз. Это у меня новинка. А московский парниковый выращиваю лет 30. Это точно уже. И в огороде, и вот так в баночках на окне. Дальше. Еще один овощ с коротким сроком. Это, конечно, редиска. Ну, смотрите. Тут для начинающих я хочу отметить то, что если для салатов у нас достаточно невысоких лотков. Видите, они у меня в маленьких лотках посевных. Они прекрасно вырастают. Для них даже можно совсем крошечные такие ячейки. То для редиски, она же у нее очень длинный хвост. Я взяла прям ведро. Но в ведре их много. Взошли они хорошо. И редиска это еще одна культура, которую можно вырастить в огороде на балконе. Дальше идем. Самое распространенное от зимних авиатаминозов во все салаты, во все. Это лук на зелень. Хорошо, если кто сеянку сам выращивает. Осенью при уборке сеянки мы же берем хорошие, а самые маленькие-маленькие. Они до весны высыхают, выбрасываем. Все их можно использовать партиями лук на зелень. Один лоток замостили. Вот как мостовую делать с луковичек. Выросла следующую партию. Но вот у меня я сеянку не выращиваю. У меня очень маленький участок. От 6 до 7 соток. Ну, там 6,7 что ли. Мне негде выращивать сеянку. Я просто купила в магазине. Купила в магазине 2 мешочка. Один мешочек сейчас посажу завтра-послезавтра. Когда его весь повыщипаю, когда он уже весь свой ресурс отдаст, тогда второй мешочек посажу. Можно посеять укроп. Где-то у меня укроп не могу пока найти. Но я хочу... Можно посеять семена чернушку лук-батун. Вся вот эта зелень, которую мы выращиваем в огороде, всю ее можно посеять и вырастить на окне. И если для выращивания помидорки для полного цикла... Я говорила, что для него специально нужно сильное освещение. Там все... Вот показывала свою вот эту мощную лампу, про которую я сегодня говорила. То для огорода на окне достаточно лампу вот такую удлиненную. Сейчас я вам покажу лампу. Ну, пока я уговаривала мужа своего лампу подвесить. Смотрите, зелень заметно подросла. Вот та самая горчица, про которую я говорила. Вот элитные салаты. Они стояли до сих пор у меня в китайской палатке. Но скоро там займут место помидоры и салаты придется перенести сюда на окно. Ну, смотрите, вот тот московский парниковый, который я советовала новичкам. Видите, как вот его уже можно вполне употреблять в зелень. И, ну, буквально прошло несколько дней, и уже пошел в рост мой лук на перу. Смотрите, тут у меня лампа вот такая вот узенькая. И, казалось бы, вот сейчас у нас день. Вот давайте выглянем за окно. Видите, где-то там солнце. Но у нас ни одно окно почти не выходит на южную сторону. Или север, или северо-запад. Вот это вот северо-запад. И здесь солнца везде нет. Видите, там где-то солнце, там где-то хорошо все. И вот на этом окне вырастить ничего невозможно. Сейчас посмотрите, какая разница. Вот оно, солнце. Вот оно, наше солнышко. И в этом году я хочу на всю зиму оставить вот здесь зелень. Ну, как я вам говорила, лук партиями. Сейчас один подрастет. У меня еще там мешочек лука. Я специально купила сиенку, чтобы три раза посеять за зиму. Но вот эту вот дешевую, как я говорила, по 4-5 рублей можно вообще 6 раз сеять. Можно микрозелень употреблять в салатике сейчас, вот что модно. А можно до полного цикла. Видите, вот здесь у меня уже рабочий инструмент. Здесь я элитный салат распикировала в отдельной емкости. Видите, тут кто-то пошарился, какая-то плодожорка. Это я здесь вырвала самые-самые большие. Тут оказалось три вида салата. Один вот такой с ажурным листом. Один, видите, вот такой вот. И один вот такой, как эти, как виола, листики. Я их все распикировала. Распикировала немножко вот той красивейшей нашей горчицы ажурной. И буду пикировать еще вот этот. Вот этот вообще у него такой вкус. Пикантный, тоже похож немножко как на горчицу. Но я не могу понять, что это. Но там у них просто салат. Вот три вида вместе. Один такой лист. Другой вот здесь у них растет, видите, фиолетовый лист. Это все германский салат, не нашли. И что я хочу сказать. Конечно, на окне все равно. Это не то, что там в китайской палатке. Но вот эти производители китайской палатки сподвигли меня, как бы подтолкнули меня вот к такому решению. Просто на окне вот такую лампу повесить. И сделать такие же стеночки светоотражающие. Хочу поставить с той стороны светоотражающий экран. И вот с этой стороны. А сверху будет лампочка. Потому что, смотрите, вот так вот, как на дрожжах, они росли у меня в китайской палатке. Если бы я их сюда в окно выставила раньше, то, возможно, результат был бы другой. Но я вот новую партию посею, посмотрю. Ну, конечно, в палатке-то им там у них рай. Вообще зайдешь там у них... О, какая-то бложка взлетела. Там и света много. И никуда ничего это не распространяется. У них там свой микроклимат, как маленький парник. Здесь будет, возможно, по-другому. Но на окне все равно самые простейшие вот такие. Салаты, лук на зелень. Все это можно вырастить. Единственное, что лампы вот эти профессиональные, они немножко тяжелее. Почему мы долго не могли ее привешить? Потому что, смотрите, раньше у нас эти лампы, которые были дневного света, они просто на веревочках висели, и они легкие. А это тяжелое. И почему муж долго так мне ее привешивал? Пришлось вот эту вот металлическую кочерыгу, чтобы не в окна впиливаться. Вот эту кочерыгу железную мне сварил. Видите, она еще не совсем прокрашена на один раз. И к ней уже прицепили вот эту вот лампочку. Она тяжеленькая такая. Но она такой дает оглушительный свет. Такой же вот, как та в китайской палатке, только та квадратная. А эта вот так вытянутая. Потому что не у всех же есть вот такие приспособления, как палатка для выращивания растений. А для окна вполне вот такой хватает. Но это та же самая фирма Марс Гидро. Просто другая модификация. Они, конечно, эти лампы есть и поменьше еще, есть и побольше разные. Но на окно она как раз вот идеально у нас вписалась в окно. И вот теперь посмотрите по сравнению со светом здесь, как темно кажется у нас на улице. И у нас всю зиму света будет мало. Поэтому выращивать, конечно, без освещения даже пробовать не стоит. Я, когда распикирую, когда это все немножко разрастется, заблагоухает, я вам покажу, конечно, еще раз. Все, до свидания. Это мой маленький огород на балконе. Ой, на окне. Балкона, к сожалению, у нас нет. На окошечке примастились. Буду выращивать здесь редисочку, укроп, салат, различные салаты вот эти вот, горчицу, лук на перо, ну и может быть каких-нибудь две карликовых помидорки. Все.